Значит, сегодня у нас выступает Алексей Владимирович Слобанов, и вы являетесь аспирантом, да, вы работаете с Галиной Геннадьевной Лазаревой, да, я правильно понял? Да, все верно. Да, значит, Алексей Владимирович аспирант Института имени Кольского в Рудене. Вот, Алексей нам расскажет про поиск первичных признаков ишемического инсульта головного мозга. Так, пожалуйста, Алексей, вы можете начинать. Хорошо, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Сперва я хочу сказать несколько, пару отступлений, чтобы, ну, чтобы внесли некоторую ясность. Я знаю, что академический стиль показывания презентации выглядит не так, как будет у меня, но бело-черный фон будет обусловлен тем, что у меня большое количество изображений, которые лучше рассматривать на черном фоне, чем на другом. Так будет репрезентативнее. Второе – это то, что изображения, которые вы увидите в срезах МСКТ головного мозга, они были получены мной программным способом, а не взяты из специализированных средств, которыми, допустим, пользуются медики. Вот. У них может быть чуть-чуть по-другому. Вот. Но это и в качестве некоторого предисловия, чтобы уже перейти к конкретной задаче. Так как я это зад... Угу. Там кто-то ожидает подключения. Вот. Соответственно. В начале своего аспирантского пути я занимался совершенно другой задачей. Это была задача, связанная с той же работой с медиками, гинекологами. Вот. Но это было очень интересно. Мне поделены операции. Но в какой-то момент у нас случилось недопонимание друг с другом. Они делали, как я хотел. Это стало мне наукой, как работать в междисплинарных исследованиях. Но целый год был проведен, можно сказать, зря. И в какой-то момент один мой друг, товарищ моего брата, они оба тоже медики, он невролог, сказал, что... Леш, есть задача. Вот прям по твоей тематике. У нас случается такая стандартная ситуация. Сейчас я ее опишу. Когда привозят пациента в 4 часа ночи, ясно, что у него проблемы в голове, непонятно, что конкретно. Вот мы берем, делаем вот эти снимки МСКТ, смотрим на них, видим некоторую картину. Давайте посмотрим, примерно на какую картину мы увидим. Вот я сейчас переключил. И мы должны сделать по этой картине некоторые выводы для того, чтобы впоследствии принимать некоторую терапию. Если мы посмотрим, как мы не совсем эксперты в данном деле, то на левом изображении для нас вроде как становится очевидно, что какие-то проблемы у нас есть в мозгу, потому что у нас появилось это пятно, и оно как-то очень странным, неожиданным образом проявилось. Такие случаи для врача, понятно, что он сразу знает, что делать, как поступать. Но вот посмотрим на правое изображение. Правое изображение, оно для не эксперта, для меня, когда я просматривал их, я ничего особенного не заметил. Это связано с тем, что первичные призыки химического сульта головного мозга на изображениях проявляются слабыми потемнениями в области коры головного мозга, которые могут быть не совсем очевидны. А скажите, простите, скажите, пожалуйста, вот эта яркая белая точка на правом изображении, она чему-то соответствует или что это такое? Это так называемая область базальных ядер. Там довольно-таки плотные структуры, и в результате моей фильтрации, так как изображения были получены моим программным путем, они здесь превратились в абсолютно белый цвет. Скорее нужно верить симметричному ему, надеюсь, мышь видно, с левой стороны, они были просто очень плотными, но ввиду фильтрации они были заменены белым цветом. Эти области, кстати, если что, не интересуют нас как исследователей. Да, но, простите, на левом изображении они не появляются, то есть от чего это зависит? Это просто некие случайные факторы или это зависит от того, как вы обрабатываете? Да, анатомия головного мозга, она послойно различается. Можно сказать, что здесь мы видим более слой, который более приближен к макушке, а здесь слой, который более приближен к носу справа. И, соответственно, вот этот крест, который образуется, вот он, чем ниже мы смотрим на слой, тем он больше преобразуется в то, что справа. А вот всякие такие, и слева, и справа, есть такие черные, ну не знаю, как назвать, каналы, что ли, такие. Вот, это чему-то соответствует? Это что, кровеносные сосуды или что? Это есть не что иное, как борозда головного мозга. Чем более старый человек, тем они более откровенно выглядят, более вот так вот. Ну вот слева мозг более старого человека. То есть это складки, просто это складки мозговые. Хорошо, спасибо. Вот, и если возвращаясь к правому слайду, я, как видел, мне сказали, это потемнение. Я сразу замечал много областей. Мы можем выделить вот эти области и сказать, что вдруг там какая-то проблема. Мы можем выделить эти области, и это какая-то неожиданная область. И везде здесь видим потенциал для нашей аномалии. В дальнейшем я, чтобы сокращать первичные признаки ишемического инсульта головного мозга, буду говорить аномалии. Но все равно непонятно. Кстати, здесь просматривается вот такая более белая структура. Заранее скажу, что, если что, это рубец от предыдущего инсульта. Ну как, чтобы вот чуть-чуть привыкнуть к подобной разговору. В общем, в таком случае, как в случае справа, не всегда совсем очевидна локализация нашего поражения. Сейчас попытаюсь снова сдвинуть слайд. Как поступают медики в таком случае? Они смотрят на эти срезы и слои и считают некоторую шкалу аспекс. Как она устроена, эта шкала? Мозг визуально, анатомически делится на 10 частей. И в начале ставится десятка. 10 – это означает, что с мозгом все хорошо. Если в каком-то области, допустим, на данном изображении, я взял случайное изображение, я не совсем привязываюсь еще к этой шкале, вот, допустим, М4 справа. У нас обнаружено поражение. Из этой шкалы вычитается единица. Из этого значения вычитается единица. То есть, тогда будет 9. Простите, ведь проблема как раз в том, чтобы понять, есть там поражение или нет. То есть, вот все эти слабые оттенки серого, и вот как вы показали на предыдущем слайде на правой картинке, вы сказали, не очевидно. То есть, я так понимаю, именно в этом и вопрос. Есть ли там поражение или нет. Все верно. Я имел в виду, что сама шкала Аспекс в дальнейшем пока рассматриваться мной не будет. То есть, подгонки методов, чтобы моя программа рассчитала все правильно и дала оценку этим поражениям. Сейчас в дальнейшем я буду говорить о локализации, о вычленении. Но, чтобы вы понимали, как в финальном случае встает задача, это то, что высчитывается результат этой шкалы. Один специалист, ввиду того, что здесь слабые признаки, может увидеть, что поражено одна область, а другой скажет, что две области. И в данных пограничных случаях, ввиду того, что от этой оценки зависят следующие препараты, которые вводятся, которые могут привести к некоторым последствиям, возможно, тяжелым последствиям, требовалось им получить некоторое третье алгоритмически воспроизводимое мнение, которое бы добавляло им уверенности при принятии решения. Задача ставилась в том, чтобы локализовать эту зону и посчитать шкалу аспектов. Пока что мы говорим, что я не научился разделять мозг на эти зоны, пока мы локализируем, что тоже интересно и важно. Данные. Данные, с которыми мне приходится работать. Возможно, те, кто работал с медицинскими данными, знают, что они хранятся в некотором международном стандартном формале DICOM, который читается и записывается. Все данные медицинские одинаково. Для программистов они выглядят как некоторые словари с разными пунктами. Один срез МСКТ головного мозга выглядит как матрица, заполненная числами. И я, тут же получив эти данные, у меня было всего 8 пациентов, начал их отрисовывать и получил то, что выглядит снизу. Дело оказалось в чем, что диапазоны, честь значений, которые расположены в этих матрицах, примерно от нуля до трех тысяч. Как работает алгоритм преобразования значений в картинку? Он сопоставляет минимальное значение в матрице значений к нулю, максимальное сопоставляет с 255. Это кодирование пикселя от нуля до 255. Так вот у нас подражаются цвета. И, соответственно, если применить это грубым образом, мы получим такие изображения. И поэтому появилась задача привести данные к нормальному виду. Вот, я здесь даже записал, что данные диком. Если что, вы можете посмотреть в свободно распространенном программном обеспечении, как выглядят, ну, вот эти... И как работают условно эти распознавания вот этих изображений? Есть два сценария. Один сценарий для твердых тканей, ну, кости, перелом ноги. Второй для мягких тканей, ну, вот наш мозг. И диапазоны значений, которые выбираются для того, чтобы визуализировать... А я говорил, что диапазон там широкий. А нам нужно посмотреть именно конкретные пиксели со значениями довольно конкретными. Они различаются для костей и для мягких тканей. И тогда мне пришлось подбирать алгоритм для того, чтобы превратить из левой картинки в правую. Для этого я произвел некоторый набор экспериментов. Я разложил для изображения мозга частоты встреч уникальных пикселей. У меня получился вот такой вот график. Это усредненный график для вот среднего бассейна головного мозга. К значениям, которые относятся вот этот, первый всплеск, это все значения, которые описывают, во-первых, темные области, во-вторых, ну, вот темные области, подложка под голову, вот эта вот, которая здесь вы можете разглядеть, а здесь уже не можете. Это относится к, это, извините, это, эти значения у нас относятся к этому. Второй всплеск, он относится уже к непосредственно головному мозгу, то есть значения, описывающие анатомию головного мозга. И первый всплеск отличается от мягких тканей, то есть если мы отрисуем исключительно пиксели, в этом диапазоне будут мягкие ткани, а все, что правее, оно относится уже к твердым краням, там, более хрящи, к кости мозга, и вот эта вот прекрасная рамка, которая остается после визуализации данных. Это рамка, куда помещается голова для последующего... То есть правильно ли я понимаю, что вопрос сейчас заключается в том, что нужно выделить диапазон значений, вот, вы сказали, там меняется от нуля до трех тысяч, в некоторой, по-видимому, нормализованной шкале. Вопрос в том, и вот это то, что мы видим на оси абсцисс, вопрос в том, что нужно выделить какой-то под интервал этих значений, которые соответствуют именно, ну, к примеру, если мы изучаем головной мозг, вот тем значениям, которые соответствуют тканям головного мозга, правильно? Да, 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 все верно. Да, простите. Вот нет, я вот, если можно, еще по поводу... То есть вы работаете вот с этим пиком, который посредине, да? То есть который соответствует примерно значениям, там, я не знаю, от 600 до 1600, да? Я вам покажу. Я выбрал конкретно немножко другой диапазон от 1100 до 1025. Это тоже включается в этот пик, и он обслуживает как раз-таки мягкие наши ткани. То есть вы, простите, вы отсекаете некую часть данных, и при этом, с одной стороны, теряете какую-то информацию, с другой стороны, проявляется более четко то, что остается. Понятно, но, значит, в том, что вы говорите, есть некий произвол. Вот это, как с этим работать? Это просто что, некий опыт, вот вы знаете примерно в каком диапазоне работать, или вы варьируете этот диапазон и сравниваете, что получается? На данном этапе я говорю, что это действительно произвол. Действительно, я выбирал этот диапазон по методам подгонки, сопоставляя это со стандартными способами реализации. Но то, что у меня, короче говоря, картина воспроизводилась, и она была похожа на то, как воспроизводится в правильных программах. Впоследствии эта проблема, конечно же, подбор вот именно этого диапазона у меня тоже стоит как задача, она пока не решена, какая-то оптимизация будет производиться, но в данный момент считается, что такой диапазон просто адекватен реальным данным. Да, да, продолжать. Да, соответственно, здесь можно увидеть формулу преобразования, я даже график нарисовал, ну и суть проста, что этот диапазон, он превращает значение из этого диапазона к диапазону 0,255, вот с помощью таких хитрых коэффициентов. Все значения, которые оказались ниже, они зануляются, то есть они отрисовываются, становятся черный цвет. Все значения, которые выше, у меня оказывается, им дается 255, и они выделяются как белый цвет. Вот как выглядит эта картина. Вот справа вы видите, что у нас появляется как раз таки то, что вы подмечали в районе базальных ядер белые образования. Нас они не интересуют. Очень хорошо, что повезло. Следующим этапом для моей фильтрации того, что есть, было то, что я отказывался от значений выше 255. Расскажу вообще идеологию, в которой я тогда работал. Когда я только получил задачу, я думал, что эта задача сведется к стандартному способу работы с нейронными сетями. Нужно будет просто как-нибудь выказывать проблему, сделать большой датасет, выбрать какую-нибудь архитектуру нейронной сети, загрузить туда, учить две недели, и потом она сама будет выделяться. Но я понимал, что если давать вот такие изображения, которые вы уже с которыми познакомились, то будет довольно трудно машине, ввиду очень слабой разницы между значениями пикселей, разбираться в этих самых... Для машины это будет тяжелая задача, нужно ей облегчить ее. Поэтому я производил в этой идеологии те действия, которые сейчас увидите. Соответственно, я отказался от твердых тканей, потому что они мне неинтересны. Вот самые яркие, они не влияют на анатомию, на рисунок анатомии самого головного мозга. Таким образом, у нас почти порезалась рамка. Таким образом, у нас кости черепные, возможно, с крещами тоже убрались. И осталась исключительно вот эта анатомия. Следующим фактором было то, что я хотел сделать... увеличить плотность. Дело в том, что, как видите, здесь большая зернистость наблюдается. На этом снимке белые и черные точки очень так ребят. Чтобы избавиться от этого, нужно было применить какую-нибудь фильтрацию по типу размытия или так называемый динозинг, то есть избавление от шума. Но сравнивая разные методы, подбирая разные коэффициенты и ввиду... Это как бы я говорю, что у меня субъективно выбран этот метод. Был выбран метод сглаживания с помощью медианного размытия. Чтобы вы понимали, медианное размытие выглядит просто. Вы ходите квадратом 3х3 по... по нашему изображению. И для каждого пикселя в центре вы заменяете его значением, равное медианному значению всех его соседей. У вас у каждого пикселя 9 значений по соседству. Вы выбираете медианное значение. Таким образом, я сейчас покажу, как выглядит результат. Вот было, вот стало. Чуть-чуть с зашумленностью поборолись. Участки стали менее зашумленными. Вот. Мы таким образом избавились от некоторых артепактов, которые остались от предыдущих частей. И вот такой вот этап произведен был. Следующим этапом нужно было... Можно здесь вопрос сразу? Сразу. Да. Вот медиана, это не совсем то же самое, что среднее. Да. Если бы здесь было усреднение, то был бы другой результат. Да, да. Был бы другой результат. Но... Суть. Есть ли принципиальная разница? Вот данный случай. Потому что, да. Извините, я, да, перебиваю. Почему... Потому что у них задача, в принципе, она брать медиану, а не среднее. А здесь? Это принципиально или нет? А здесь выбиралось... Это будет видно чуть позже, гораздо лучше. Но хочу сказать следующее. Участки, которые у нас отвечают за поражение, они темные. Участки, которые отвечают за нормальную ткань, они светлые. Они зернистым способом были... Ну, они зернистым способом у нас показываются на экране. И, соответственно, чем более плотно стоят точки одного примерно цвета, тем более у нас после применения медианного размытия, вот, они останутся вместе. То есть, темные области будут после применения медианного размытия более плотными, а светлые области станут более плотными. Уже в географическом смысле. Чтобы и таким образом они сильнее формируются. Если же мы заменим это все на усреднение, то тогда мы, по сути, у меня было изображение 512 на 512. Если мы будем усреднять по квадрату 2 на 2, представим такую ситуацию, то мы просто порежем качество изображений, не сохранив анатомию. Вот. Вот из таких соображений. Дальше я решил действовать... Дальше. Я подумал, что хорошо было бы на самом деле выделить пиксели. Я работал исключительно из концепции визуального анализа. Вот как лучше всего сделать фильтрацию, чтобы мне визуально было видно, где происходит у нас проблема. Сейчас я вот так вот сделаю. Ага. А я вспомнил, что есть график сигмоиды. Я посмотрел на него. И он выглядит вот так, как слева он отрисован. Около минус 6 можно принимать, что дальше уже он зануляется. Около 6 можно принять, что он равен единице функции это. И она вот используется очень часто везде. Как вот такой вот. Везде используется. Что я решил сделать? Я решил применить функцию сигмоиды для фильтрации значений пикселей моего изображения. Мои пиксели зажаты в рамках от 0 до 256. Я хочу, чтобы в результате выполнения моей функции светлые пиксели остались на месте, а темные пиксели, они стали бы еще темнее. Вот такая вот схема. Выражается это вот такой вот формулой. Она не очень красивая, но что есть. Давайте посмотрим на результат применения этой функции. Вот он. Теперь вы сами можете визуально убедиться, что то, что было темным, стало более темным. И даже сами локализовать, предположить, где находится проблемный участок. Конечно же, вместе мы можем разделить темные пиксели на две категории. Хорошие, это означает, что они темные исключительно из-за анатомии головного мозга. И они должны быть так. Например, к этим пикселям относятся потемнение около базальных ядер. Там действительно эта картина у нас всегда анатомическая особенность. Там всегда темные пиксели, темные значения. А некоторые ведут себя аномально, потому что симметрия не просматривается. Ну, я, естественно, говорю про эту область. В этой области действительно специалисты, и мы можем усмотреть, что проявляется некоторая аномалия, которая в действительности является первичным признаком ишемии головного мозга, ишемического инсульта головного мозга. Прошу прощения. Вот что я получил. Я решил действовать дальше. К этому моменту я уже понимаю, что для моего привычного способа решения подобных задач у меня не хватает данных, как всегда, в медицинских задачах. И, соответственно, следующим этапом... А, вот еще примеры того, что я делал. Вот видите, слева-справа это то, что вы только что видели. Вот еще один головной мозг, вот еще одно потемнение. Еще пример. Вот он. Вот здесь. Вот. Я это демонстрирую исключительно, чтобы показать вам, как сначала не было видно, а потом стало видно. Эти же примерно картины, которые генерировал я сам, видят, и в программах, которые... с помощью которых медики просматривают данные изображения. Раз-раз. Вот-вот. Здесь видите, как большое, очень большое поражение. Дальше я поступил, опять же, не самым красивым способом. Я выделил диапазон, который я буду просматривать. Диапазон 10.30. То есть, это я оставляю из картинки, которая была слева, пиксели со значениями в этом диапазоне, а все остальные за нуляю. В результате чего появляется вот такая вот картина, на которой еще более становятся очевидны места, где проявляются признаки, аномалии. и в этот момент я решил, что надо все еще не начинать искать нейросети, обучать ее, а еще больше дать данных для того, чтобы она работала. Можно здесь спросить? Да, давайте. У вас на левой картинке признаки зута как затемнение, а на правой как нам разъяснил. Да, я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что когда я отрисовываю изображения, я их отрисовываю с помощью методов и тони, и они когда отображают матрицу, вот как я уже говорил, самые темные участки они выделяют нулями, обозначают нулями, самые яркие участки они выделяют 255, и вот этот диапазон 10-30 был выделен в то, что получилось с правом, то есть он раздутый. Вот. Понятно, да? Поэтому то, что было темнее, оно и должно остаться темнее. Или вы просто отрезали что-то. просто отрезали светлые участки? Да, я просто отрезал светлую часть, а то, что было темным, стало светлым. Контрастнее. Хорошо. Да? Контрастнее или светлым стало? Повторите еще раз. Вот вы говорите, мы отрезаем светлую часть, а темное что происходит? Она просто становится контрастнее, то есть то было не очень темное, стали светлыми частями, части стаустыми. Да, да. Это все, да, и это визуализация этого процесса. А вот можно я тогда еще два вопроса, вот у меня просто насчет этого. Значит, во-первых, первый вопрос такой, постоянно вы говорите, что несимметричные участки это признак какой-то проблемы. В принципе, очевидно, что вряд ли проблема будет сразу с двух сторон. То есть, в принципе, получается, что отсутствие симметрии это некий критерий. Есть ли какой-то алгоритм поиска вот таких несимметрий вот в каком-то виде? Потому что в этих стандартных программах предоставляется набор инструментов для того, чтобы просто просматривать изображение. Я скажу, как работают медики, потом скажу, что они могли бы еще делать. Медики работают так, они получили изображение, никаких коэффициентов, параметров не меняют, они много раз просматривают на быстрой перемотке все эти слои, визуально оценивают, находят аномалии, которые они замечают глазу. И после этого и аномалии они ищут зачастую как раз вот этим способом, что здесь у нас видно, а с другой стороны у нас не видно такой штуки. Но на глаз. Но на глаз не симметрия, отсутствие не симметрия, они оценивают всегда на глаз. У них нету никакого фильтра или критерия, отражения, не знаю, отражение сравнение и так далее. Отражение высчитания такого алгоритма нету. Понятно. И второй вопрос у меня такое. Может быть, я вначале пропустил, потому что отвлекался. Вот есть же вот эти стандартные вещи, которые вы еще говорите, стандартные программы. Вот сейчас вы по сути разрабатываете новый подход здесь. и поэтому не очень понятно, новизна научная здесь есть или это чисто техническая работа. Что здесь принципиально математическая или очень диссертабельная если так говорить мало будет. Скажу честно, с одной стороны, во-первых, научных работ по такой тематике я обнаружить не смог. Очень много работ по поводу того, чтобы сегментировать мозг на участке, чтобы обнаруживать опухоли, но конкретно вот такой хитрый случай, такого хитрого инсульта, который вот только-только зародился и мы должны срочно что-то делать, такого нет и это связано как раз с ограничениями, потому что в этой области работают с нейронными сетями, а им нужно очень хорошие данные для того, чтобы это видеть. С другой стороны, действия, которые я произвожу, и хотя там впоследствии я намерен очень много сделать оптимизационных вещей, это то оно скорее идет, будет как техническое, господи, извините, я сейчас немножко волнуюсь, забываю, то есть это будет защищаться скорее в техническом плане. И третье это, ну вот, да, и третье это новизна. По факту я видел одно программное обеспечение без патентов, без научных статей, это товарищи из Казахстана выкатили некоторое программное обеспечение платное, которое вроде как делает это, но подтверждения с помощью статей и всего прочего у них нету, поэтому я считаю, что я новое, новое дело. Понятно, да, да, спасибо. Можно я добавлю со своей стороны, значит, действительно, по поводу новизны, значит, самое главное у нас это новизна сейчас, самое главное требование, с новизной все хорошо, потому что много работ подобного характера для опухолей, а именно для таких более тонких вещей нет. Во-вторых, это непривычная для нас специальность по техническим наукам, и здесь нужно обязательно создать именно универсальный алгоритм, который автоматически будет проводить оптимизацию полученных данных, то есть у него, он же это делает не адресно для каждого снимка, а он готов сделать алгоритм, который годится для всех снимков данного аппарата или даже может быть шире с определенного класса аппаратов, и есть специальность, где это достаточно, где этого достаточно, да. Это, к сожалению, непривычное матмоделирование, но вот постепенно к этому пришли и консультировались на эту тему, но конечно надо, придется, придется, значит, вот уже взяли учебник по оптимизации, придется нам развиваться в этом направлении обязательно. Хорошо, да, спасибо. Спасибо. Так, ну что ж, я продолжу. соответственно, после произведения данной процедуры можно производить процедуру очередного медианного размытия, которое сейчас продемонстрирует как раз тот принцип, о котором я говорил, а именно уплотнение точек, сравнить то, что было слева и то, что получилось справа. Области стали более плотными, но менее зажигнули, но вот некоторые пиксели из-за того, что у них рядом было много черных соседей, они исчезли. таким образом мне, вы потом увидите, зачем я борюсь за эту плотность, но таким образом мне было важно поступить. Вот так вот на данный момент скажу. Дальше следующим этапом было применение методов кластеризации. Кластеризация это набор методик, которые позволяют множество разделять на подмножество благодаря некоторым правилам, условно, на основе плотности. В нашем случае каждый пиксель, который имеется, если он не нулевой, он имеет, во-первых, координаты x, y по матрице, а значение, которое записано, еще одно значение, это яркость пикселя. Вот чиселка. Мы можем произвести кластеризацию и разделить объем этих точек на отдельные группы, что еще больше усилит наши знания о потенциальных аномальных зонах. методик кластеризации существует разное количество, но заранее бывает, некоторые из них работают, что заранее нужно знать количество множеств, на которые нужно разделить, некоторые не нужны, некоторые не требуют этого ограничения. Вот давайте рассмотрим тогда вот эту таблицу. Здесь представлены различные различные методы кластеризации, как они работают и как действуют. Сверху написаны их названия. В каждой строке представлен некоторый набор данных, некоторые множества. Для удобства они выглядят как просто набор точек на плоскости в разных ситуациях. Таким образом я проанализировал, я на самом деле сперва даже их всех проверил просто на моих данных, чтобы они хорошо разделяли те области, которые есть различные данные. Результаты выполнения кластеризации это разные цвета точек, которые разделили. И сразу скажу, что у меня было два хороших, два метода, которые расправлялись во-первых, лучше всех. Это посмотрите сюда дебоскан и оптикс. Убедитесь в этом, посмотрев вот например, вот эту строку, они справляются очень хорошо с подобными задачами. А подобный разброс точек очень похож на то, что было у меня в моем случае. Еще один немаложе важный фактор является скорость выполнения процедур. Ввиду того, что если я получу в конечном счете инструмент, который все прекрасно делает за часа два, мне скажут, что ваши задачи, конечно, вы хорошо справились, но это не то, что нужно на практике. А это какие-то стандартные вот этот слайд, это что-то как бы со стороны или это ваш? Нет, я не рисовал эту картинку. Это действительно стандартная очень хорошая таблица, показывающая, как работают различные методы. А здесь тоже разные? просто нет? Или только геометрия? Только геометрия, два параметра. Но можно представлять, что яркость это как некоторый объемный параметр, ну, вот в многомерном пространстве здесь просто вот два параметра. Да, быстродействие важно, поэтому Добаскан и Оптикс справились лучше всех с поставленными задачами, и я в рамках них рассматривал следующий кусок работы. Так, сейчас я переключу слайд. Примерно как они работают? И понятно, что здесь математики не так много, но с программистской точки зрения я хочу, чтобы вы понимали, это важные моменты по поводу быстродействия. Смотрите, работают они на основе плотности, существует параметр эпсилон, который задает какое расстояние может быть между точками одного кластера, условно единица, и минимальное количество точек в одном кластере. То есть, если даже кластер собрался, но из трех точек в данном конкретном примере, он считается как некоторая аномалия, зашубленность, просто случайные данные, которые попали, мы их, и он помечает их как неправильные и не относящиеся к кластеру. Они вот здесь вот. Скажите, вот сейчас здесь приводите пример, где эти кластеры более или менее так визуально четко разделены. Если ситуация более сложная и они как-то соприкасаются, то есть, такое облако точек сложной геометрии, частично соприкасающаяся или где плотность так слабо меняется. Вы понимаете, вот если возьмете нижнее, вот как у вас такие глаза, там и рот, да, вот если этот рот, если есть там промежуточные точки, которые уходят туда вниз к подбородку, так что вроде какое-то соединение есть, но слабо. Опять-таки, то есть это видимо зависит от того, какие критерии вы накладываете на идентификацию к вы 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 все верно говорите и действительно то, что вы сказали, является некоторой проблемой. Если бы у нас улыбка и голова соединялись даже вот так очень слабо, этот алгоритм бы сработал и сказал, что они действительно относятся к одному кластеру. Это такая особенность, но неизвестно пока, как ее обойти. Вы знаете, простите, я, конечно, совершенно не специалист в ластерном анализе, но мне кажется, насколько я представляю, это огромная область, в которой очень много наработок. Когда-то немного я работал с этим делом тоже для совершенно других задач. В общем, тоже я бы порекомендовал вам посмотреть литературу на эту тему. Например, вот когда люди обрабатывают данные проточной цитометрии, извините, там тоже эта задача возникает. Да, ну как раз я не хотел углубляться в это. Как раз-таки вот когда мы занимались диагностикой лейкемии, вот цитометрии в потоке, да, там вот, ну короче говоря, в биологических задачах это очень часто возникают такие вопросы. Есть это, называется, облако точек, ну по крайней мере, так вам вывезла из литературы. Вот, и вот как, и там действительно сложные геометрии этих точек, и они не полностью разделены между собой, понимаете, в чем дело. И это главная сложность, когда они так частично пересекаются. Вот как выявить вот эти разные кластеры, если нет четкого разделения между ними. А именно это важно, потому что вот эти кластеры, ну вот в тех задачах, о которых мы говорим, цитометрия в потоке, они действительно пересекаются, но разные подобности соответствуют разным клеткам. И вот важно их уметь, вот эти разные пересекающиеся подобности выявить. Такие методы есть, так что опять-таки, ну хорошо, не будем повторяться, продолжайте, пожалуйста. Да, хорошо. По поводу данного комментария я хочу сказать следующее. Действительно, у меня в моем плане действий и задач, которые я решаю, также подбора дополнительных хороших методов кластеризации я уже нашел. Просто в них тяжело иногда разбираться, там коэффициентов, может быть, которые изначально заданы очень много. Но вместе с тем хочу подметить один момент. Те примеры, которые мы только что видели, они были завязаны на двух координатах, x и y. А у нас есть координаты цвета. И вполне себе в примерах, я надеюсь, я смогу вам продемонстрировать, успею продемонстрировать, что могут выделяться кластеры разных интенсивностей цветов. И это уже тоже хорошее разделение или подгон под общий сам. На самом деле, еще вдобавок скажу, что как раз-таки тот метод, который я попытаюсь улучшить, текущую кластеризацию заключен в том, что epsilon подбирается в данном случае очень строго. Я буду пытаться работать с методиками, которые меняют этот epsilon в зависимости от ситуации. Проблема лишь в том, чтобы это быстро считалось. Продолжаем. Результаты применения кластеризации. Слева у меня результат применения алгоритма Opsix. Справа DBSCAN. Вот исходное изображение. Разными цветами обозначаются разные кластеры. Отмечу единственное, что если в Opsix примерно все понятно, цветы различаются, то здесь есть некоторая градация синего, от которой я попытался избавиться в будущем, но на данных слайдах оно выглядит так, что вот этот кластер и этот кластер, они примерно цветом похожи, но на самом деле это отдельный кластер. Зато можно увидеть некоторую картину, и каждый из этих кластеров мы можем на данный момент называть потенциальным признаком аномальной зоны. Вот еще пример. Ага. Вот еще пример. Вот пример, который я бы хотел продемонстрировать, чтобы понимать еще одну проблематику того, с чем я сталкиваюсь. Пациент, который лежит у нас, он может не только дергаться, но тогда мы можем сказать, что снимок неправильно, но и положить голову не совсем ровно. Это большая проблема. Во-первых, мы принцип симметрии не можем вполне себе качественно использовать. Во-вторых, также я хочу продемонстрировать, что в данном этапе фильтрации зоны довольно-таки разреженные в итоге получаются. Такое тоже случается, и это больше применимо к случаям, когда снимок мозга был сделан, ну скажем так, не очень корректно. Отмечаю, что такое бывает. Поэтому, но заранее скажу, что оптимизация фильтрации и кластеризации, она вот сейчас в работе, но пока делюсь промежуточными результатами. Здесь я представляю анимации того, как послойно я делаю кластеризацию, ну вот все эти процедуры на одном и том же мозге, на срезах, то есть послойно. Вот видите, здесь глаза исчезают, это потому что срез становится все глубже и глубже. Примерно визуально подчеркиваются аномальные зоны, которые у нас являются неправильными. В общем, в итоге, ну действительно сталкиваясь и пока что еще не решенные, но в процессе решения подборы коэффициентов для кластеризации, чтобы было все хорошо кластеризовалось. И, как вы сказали, возможно изменение фильтра, может быть придется его сделать более жестким. И сейчас я обозначаю некоторые задачи, которые в принципе стоят передо мной. Первое это настройка ориентации головного мозга. Это такая нетривиальная, как оказалось, задача, связанная с тем, что... Ну вот медик мне сказали, слушай, ну вот они лежат кривовато, ну хотелось бы, чтобы твой алгоритм делал так, чтобы голова лежала ровно. Вот. Я как-то геометрическим способом пытаюсь это сделать, на данный момент не знаю, как это сделать. Еще одна проблема, вот о которой... Простите, простите, я опять-таки перебиваю. Вы знаете, вы затрагиваете такие вопросы, в которых я, конечно, не специалист, но общаясь по многим разным задачам с медиками, в том числе и с проблемами идентификации инсульта, какие-то вопросы у нас возникают. Мне кажется, вы затрагиваете вопросы, которые... Ну просто надо действительно смотреть литературу. Но есть какие-то стандартные координаты, которые определяют положение головного мозга. Понимаете? В общем, это... Я не могу вам сказать более четко, поскольку я не знаю этих вещей, но когда с этим имеешь дело, вот так вот случайно что-то встречаешь. Посмотрите, потому что это какие-то стандартные вещи. Спасибо большое. Да. Еще один вопрос, это ориентация по СИО-ЗЭТ, ось, которая расположена у нас относительно от макушки до 5. Вот человек положил голову неровно, и срез произошел у нас неравномерно. Это тоже неприятная вещь, буду изучать литературу, чтобы понять. И вот еще одна задача, которую я сейчас продемонстрирую некоторые результаты ее решения. Это как раз то, о чем мы говорили. Стандартный способ определения аномалии. Сравнить то, что было слева и справа. Если слева и справа примерно одинаково, то хорошо. А если слева и справа не похожи, значит у нас аномалия. Было бы интересно сравнить кластер. Слева и справа и справа и страны. Соответственно, для решения этой задачи, я надеюсь, я еще не утомил вас, и у нас время еще не закончилось. Но тут уже... Да, пожалуйста, продолжайте, если у нас еще есть время. Я дальше решал задачу, переходя от обработки единичных срезов этих самых головного мозга к построению общей картины. Точки я превратил в... Ну, пиксели я превратил в конкретные точки, у которых есть координаты в нашем настоящем пространстве. То есть у нас есть координаты x, y, z. Причем в каждом данном... В данных, которые сопровождают файлы с снимками, из них можно выявить анатомически точное положение каждой из этих точек. У меня есть значение яркости. Это делается для того, чтобы, во-первых, вот эту кластеризацию, которую я вам показывал, можно было бы сделать в объеме. И тогда это, во-первых, делается быстрее, чем делать на каждом снимке. Во-вторых, мы можем увидеть картину целиком, так как мы будем просматривать связи и кластеризацию производить в объеме сразу же. И посмотреть на общую картину поражения. Так, насколько я понимаю, сейчас я буду демонстрировать другой экран. В презентацию очень тяжело показать те объекты, которые я сгенерировал. Сейчас я открою и продемонстрирую. Так, 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 поделиться. Я сейчас, наверное, поделюсь всем экраном. Вот. Давайте посмотрим. Очень-очень неприятно. Сейчас решу эту маленькую заминку. Ну, хорошо, давайте на эту. Ага, демонстрировать экран. Вот, посмотрите на вот это множество точек. В данном случае это некоторый большой срез. В нем прослеживаются некоторые очевидные анатомические вещи. Например, вот глаза. И вот в таком ключе просматриваются. Если приблизим поближе, можно увидеть даже борозды, анатомические структуры, потемнение. Дальше я демонстрирую вам то, что получилось после обрезки. Вот такая большая структура. Конечно, она слабо различима. Я еще в дизайне подобных картинок не преуспел. Но стремлюсь к этому. Дальше я произвожу кластеризацию. И вот, посмотрите на результат. Каждый отдельный... Я делал их намеренно вот такими мультяшными, разноцветными, чтобы была видна разница между... Ну, соседние кластеры были бы различных цветов. Здесь просматривается то, что некоторые кластеры сидят довольно близко, могут иногда в таком разрешении, вот, не знаю, желто-зеленый, желто-фиолетовый, они могут быть... Даже находятся совсем близко, или эти облака пересекаться, но ввиду различных цветов, которые использовались, они будут относиться к разным кластерам. Дальше я продемонстрирую вам некоторую штуку. Находить ось симметрии, я, честно говоря, я пытался учить литературу, пока не сумел, выдал это в руки пользователя, конкретно меня. Я обозначал ось симметрии головного мозга, разделял ее и получал симметричную картину. Потом накладывал эти лови картины. Вот мы можем посмотреть на то, как они вместе выглядят. Вот один мозг. Вот его симметричное отображение. И после этого я вычислял некоторый коэффициент. Для каждого кластера я спрашивал, насколько сильно был заполнен его симметричный сосед. То есть получалось число и говорилось, что вот эта область слева, допустим, вот эта область, она была заполнена тем, что было справа, на 75%. И получал вот такой результат. Сейчас я объясню, как смотреть на эту картинку. Это те области, которые аномальны. Чем темнее, а именно вот такие вот цвета, тем выше вероятность того, что данный кластер не является симметричным. Соответственно, это я демонстрирую на одном примере. Сейчас я продемонстрирую другой пример. Погодите. Более показательный. Так, сейчас. А я сейчас открою его для вас. Один момент. Возвращаясь к демонстрации экрана. Вот он. Вот, посмотрите на этот пример. Соответственно, более темные области говорят о том, что этот кластер считается несимметричным. Более светлые, чем более светлее, тем более он симметричный. Таким образом, если говорить о непосредственной анатомии головного мозга, можно выделить следующие элементы. Во-первых, вот эта область поражения, которая выглядит очевидно, она выделяется, она действительно подчеркивается своей несимметричностью. Получается высокий коэффициент, ой, низкий коэффициент поглощения симметричного векта. Вот эти области, которые около базальных ядер, они вполне себе пересекаются. И появляется огромное число мелких точек, которые действительно несимметричны. Но с ними бороться можно. Пока что я борюсь лишь тем, что я сдаю порог. Порог для этих значений, что мы не рассматриваем пластеры, которые стоят меньше, чем 100 точек. Соответственно, вот такую работу я проделал. Я, наверное, мог бы рассказать об этом красивее и лучше, но у меня не открылся один файл. В дальнейшем будет производиться работа, связанная с тем, чтобы оптимизировать некоторые элементы нашего всего алгоритма от фильтрации к кластеризации. И в конце концов, потом, получая вот эту симметричность, я буду рассматривать уже модели для того, чтобы, подавая конкретно вот такие данные, уже очень сильно анализированные, нейросеть могла бы определять области потенциального поражения. Вот так вот. Хотелось бы услышать комментарии, желание вам. Ну что ж, да, большое спасибо, Алексей, за интересный доклад. Вы хорошо подготовили такие красивые картинки, и проблемы, конечно, очень важные и интересные. Ну, конечно, да, и в процессе вашего доклада мы задавали разные вопросы. Я хотел сделать пару небольших комментариев, прежде чем предоставлю слово другим коллегам, если у них есть вопросы тоже. Во-первых, вы упомянули такой, конечно, интересный вопрос, хотя мы и не могли его детально обсуждать, как вы производите сглаживание, если это можно сказать, сглаживание изображений с помощью вот этого медианного подхода. Любопытный, конечно, метод. Про такой метод я не слышал, но то, о чем я много слышал, и то, и методы, которые много, часто используются для обработки вот таких вот изображений, в частности, медицинских изображений, но не только, основаны на использовании уравнений в частных производных. Ну, вполне возможно, вы этого не знаете, но это такая действительно очень большая область и в математических исследованиях, и в прикладных исследованиях, поэтому просто, ну, поскольку вы в какой-то смежной области работаете, то, наверное, вам может быть полезно познакомиться с этим. Вы понимаете, о чем идет речь, или не очень? Ну, конкретно эти методики я, честно говоря, себе не представляю, я в двух словах скажу вообще, о чем идет речь. Вот представьте себе самое простое уравнение диффузии, да? Понятно, да, что такое уравнение диффузии? Хотя на самом деле работают не с уравнением диффузии, а с более сложными уравнениями, но в качестве примера просто возьмем уравнение диффузии. И зададим вот те самые пиксели, то есть вот те вот самые значения, вот эту функцию, которую у вас, допустим, сейчас на экране, которую можно перевести в числа, зададим в качестве начального условия для уравнения диффузии. Понятно я выражаюсь? Ну, допустим, я записываю. Вот. Значит, у вас есть уравнение, у вас есть начальное условие. Вы можете решить это уравнение с таким начальным условием. И вот это вот решение, известно, что параболические уравнения, они обладают свойством сглаживания. Вот. И вот берется решение этого уравнения с таким начальным условием при каком-то значении времени, и вот это рассматривается в виде вот такого сглаженного изображения. Понятно то, что я говорю? Мне очень понятно. Да, мы обязательно этот вопрос изучим, потому что, ну, мне, например, это... При этом, да, Галина Геннадьевна, при этом, ну, я сказал про уравнение диффузии, но на самом деле рассматривается не уравнение диффузии, а более сложное уравнение, нелинейное, как правило, нелинейное уравнение или уравнение с нелинейной как раз-таки диффузией. И дальше вот много крутится вокруг этого, изучается эффективность этих методов и так далее. Очень интересно. Вот. И на эту тему, конечно, очень большая литература имеется. Это одно замечание, которое я хотел сделать. Ну, про кластерный анализ мы немножко говорили. Тоже я бы порекомендовал посмотреть литературу. У меня даже где-то книжка у меня в офисе там стоит про, по-моему, кластерный анализ в проблемах там медицины или что-то такое. Вот. Тоже огромная область. И там много всяких таких интересных и сложных вопросов, потому что вот тот кластерный анализ, который мы сейчас видели, он проводится в двумерном пространстве. В задачах, про которые мы упоминали, цитометрия в потоке, этот кластерный анализ проводится в пространстве большой размерности, допустим, 40. То есть там визуально ничего сделать невозможно. И тем не менее вот такие методы разрабатываются, поскольку это необходимо для приложения. Последнее замечание, которое я хотел сделать. Ну, понимаете, вот, Алексей, вы начали свой доклад с того, что сказали, что вы не нашли в литературе применение методов машинного обучения для идентификации, значит, ишемического инсульта. Ну, вот в процессе вашего доклада я просто написал, машин Леонин, значит, строк, да. Сразу на первых двух страницах я скачал пять статей на эту тему. Вот, в том числе обзоры на эту тему. Ну, вот идет. Машин Леонин, инэкью, тишемик, строк, нейроимиджен, первая статья. Вторая статья. Машин Леонин инэкшен, строк, диагнозис, и от камп-предикшен. Ну, и так далее. То есть таких работ много. Поэтому, да, Machine Learning Approach to Identify Stroke в первые, там, четыре с половиной часа. Ну, и так далее. Масса всего. Development of Clinical Application of Deep Learning Model to Identify Acute Infarct on Magnetic Resonance Imaging. Я вам пришлю. У меня нет вашего, наверное, имейла. Я Галине Геннадьевне тогда пошлю эти статьи. Посмотрите. Я не знаю, в какой степени это относится к вашей работе, или это не совсем то же самое. Но, по крайней мере, надо знать, конечно же, что делается, чтобы не получилось, что вы будете разрабатывать какие-то методы, которые уже либо известны, либо, в общем, понятно. Хорошо. Тем не менее, это было познавательно и интересно. Пожалуйста, коллеги, если у кого-то есть вопросы, комментарии, то можно задать. Ну, мне кажется, что мы действительно задали по ходу доклада много вопросов, поэтому я думаю, что... Хорошо. Да. Если других вопросов нет, комментариев, тогда, Алексей, мы тогда ждем вас, я не знаю, когда, когда вы будете готовы в следующий раз расскажите нам, пожалуйста, вот, с учетом наших обсуждений, с учетом, может быть, той литературы, которую вы посмотрите, вот, все-таки, как те методы, которые вы развиваете, соответствуют тем методам, которые, значит, известны в литературе. Кроме того, ну, тоже это вы упомянули, но как-то это было немножечко мельком. Огромная литература, конечно, имеется по идентификации, вот, медицинских изображений для раковых заболеваний. Очень много работ на эту тему тоже. И это же, несомненно, очень родственные области, поэтому, ну, нельзя просто сказать, что вот мы занимаемся, значит, инсультом, и мы не будем смотреть то, что происходит там, поскольку это очень близкие вопросы. Хорошо, ладно, если других вопросов нет, тогда еще раз спасибо и ждем вас, ну, через несколько месяцев будет интересно нам послушать, как развивается ваша работа. Спасибо, до свидания, всем всего хорошего. Спасибо вам большое за советы, очень, как раз это то, зачем мы к вам шли. Потому что как раз мы в самом начале, и надо поделиться, как действовать дальше в этой области новой для нас. Это очень большая область, и много всего связано, потому что, ну, я об этом уже не говорил, потому что это вопрос немножко подальше. Например, мы занимаемся тут, ну, я об этом неоднократно говорил, такой проект для изучения афазии. Афазия – это нарушение речи для пациентов после инсульта. Вот. Ну, то, с чем мы работаем, это в основном электроэнцефалограммы. Используется также, вот, такая смежная для нас область, электроэнцефалограмма используется для диагностики инсульта тоже, понимаете, да? Не просто вот этим медикам. Да, да, вот мы когда разговаривали с неврологами, они как раз говорили, что в эту сторону они бы хотели развиваться. Ну, если бы они хотели развиваться в эту сторону, мы тоже можем об этом немножко поговорить. Тоже есть много данных и много статей на эту тему. Ну, вот в нашем проекте непосредственно этим мы не занимаемся. Электроэнцефалограммы используются не для диагностики инсульта, а уже для работы, вот, это называется уже хроническая фазия, то есть после шести месяцев, более шести месяцев после инсульта, вот, ну, там нарушение речи и так далее. Но это такие тоже смежные области, поэтому, если будет желание, то можно тоже пообсуждать какие-то вопросы такие. Хорошо. Спасибо, хорошо, да, да. Ладно, хорошо, а вам, Далина Геннадьевна, я пришлю сейчас несколько этих фанов. Да, спасибо большое, конечно, вы в этой области, безусловно, давно. Нет, в идентификации, нет, в идентификации, в идентификации медицинских изображений я как раз этим никогда не занимался, но просто по необходимости иногда, иногда как-то с этим что-то слышу, так-то играем. А это я просто сейчас поискал на интернете несколько статей. Ну, хорошо, ладно, всего хорошего, всем до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания.